16 часов в Одессе, в прямом эфире 7 новости, в студии Екатерина Поденежная. Здравствуйте. В Великомихайловском районе в частном доме взорвался газ. Огнем опалило целую семью. Мужа с женой, двоих детей, мальчиком 13 и 6 лет. Больше всего досталось отцу семейства. Мужчина ожоги 90% тела. Несмотря на тяжелые травмы, он смог самостоятельно довезти супругу и детей до больницы. Сейчас все они находятся в ожоговом отделении. По информации волонтеров, только за первый день на лечение потратили более 20 тысяч гривен. Родственники семьи просят о помощи. Мой сын работает на скорой помощи Родоснянской. Дочка за ним учительница Червонознаменской средней школы. Внук у меня ходит в седьмой класс, маленький наш самый хороший. Ходит в детский садик, ему 6 лет. Я вас очень прошу, кто может, чем может, помогите нам. У нас очень много уходит денег на лечение детей. Наша съемочная группа собирает все главные факты. Детальный сюжет смотрите в следующих выпусках. Почти 600 частных домов до сих пор остаются без света. Работы по восстановлению города после стихии продолжаются. В некоторых местах последствия пришлось разгребать самим одесситам, которые так и не дождались помощи. Осталось выполнить. Распелить и вывести порядка тысячи упавших деревьев, около 80 крупных веток, обезвредить 30 повреждений наружного освещения. После стихийного бедства КПЖКС поступили обращения жителей по вопросу тысячи крови. Всего повреждено кроме 509 домов на площадь 27 464 квадратных метров. По традиции уже после дождей чистят ливневую канализацию, а также восстанавливают наиболее востребованные транспортные маршруты. Было обеспечено проезд всех улиц, также подъезд их к больницам, детским садам. Однако сегодня два детских садика не смогли принять детей. Коммунальщики к понедельнику просто забыли убрать упавшие деревья с территории садов номер 7 и номер 53. Напомню, в результате непогоды в Одессе погибли четыре человека, среди них 11-летняя девочка. В Одессе официально начался отопительный сезон. Соответствующее распоряжение мэра уже опубликовано на сайте Гурсовета. На основании этого распоряжения на сегодняшний день получают наши теплопостачальные организации данное распоряжение, обращаются в Одессе газ, на нефтегаз, на отпуск газа и на отпуск тепловой энергии. Выработку, а затем отпуск тепловой энергии. Но не все одесситы получат тепло уже в ближайшее время. Некоторым придется померзнуть еще пару недель. В первую очередь будет подключена социальная сфера. Это школы, это детские сады, медучреждения. Затем будем подключать дома, население, которое мы ожидаем. Запуск тепла должен пройти в течение полутора, максимум двух недель. Сегодня около часа дня мощный хлопок напугал жителей Семинарской. Как оказалось, с тыльной стороны областной налоговой загорелась трансформаторная подстанция. На место прибыли пожарные. Правда, сразу приступить к работе не смогли. Около получаса они ждали энергетиков, чтобы те обесточили опасный объект. Пламя сбили порошковыми огнетушителями, а когда подстанцию наконец обесточили, залили ее пеной и водой. Возможная причина ЧП, вымокшее в непогоду оборудование, оно не выдержало напряжения, которое возросло из-за холодов. Из-за пожара без света остались несколько улиц. Однако даже предварительную дату ликвидации последствий ремонтники не называют. Вечером в субботу под Тещиным мостом прогремели взрывы. Там горела автозаправка, в которую врезался автомобиль БМВ. Это произошло на углу улицы Приморской. Военного спуска обошлось без жертв, а вот иномарка выгорела полностью. Слышал удар, хлопок такой, и подумал, что у нас там просто дом Гоголя, что-то упало. Выхожу на улицу буквально через 5 покурить, и просто едкий дым. Я думал, что что-то у нас горит, но потом посмотрел в небо и увидел просто зарево и дым. По словам охраны порта, БМВ двигался со стороны морвокзала, и так это непонятно, что случилось, залетела в заправку, ударила в колонну, ее развернула, и она загорелась. Как рассказали очевидцы, водитель на большой скорости влетел в бензоколонку, произошел взрыв, потом машину откинула на здание, где находятся кассы и магазин. В результате прогремел еще один взрыв, и начался пожар. Кассира доставили в больницу с небольшими ожогами, а вот водитель БМВ отделался испугом и порезами. Официальных заявлений пока нет, сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства. В честь своего первого дня рождения Центр обслуживания граждан объявил 18 октября днем бесплатных услуг. Для этого необходимо всего лишь произнести кодовое слово. Все услуги, которые предоставляет наш Центр, но не являющиеся государственными, на протяжении всего завтрашнего дня будут оказываться абсолютно бесплатно. Для всех граждан стоит лишь произнести кодовое слово. С днем рождения, ЦОК! Напомню, Центр обслуживания начал свою работу 16 октября прошлого года. Сейчас в нем предоставляют более 50 услуг. От регистрации брака до страхования жизни. В Одессе напали на фармацевта одного из аптечных пунктов. Злоумышленник ранее судимый угрожал женщине ножом. Убедившись, что в помещении нет посетителей, подошел к кассе, забрал 1200 гривен и прихватил с собой бутылку на стойке боярышника. В момент огравления зафиксировали камеры наблюдения внутри аптеки. Мужчину задержали на следующий день. Правонарушитель сознался в содеянном. Ему объявлено о подозрении в совершении разбойного нападения. И на период досудебного расследования он помещен в следственном зале. И пока на этом все. Следить за новостями нашего канала всегда можно на официальном сайте, в Твиттере и социальных сетях. Если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону 726-3226. Больше информации в 18 часов. Оставайтесь сильны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова